Друзья, привет! Ну что, закончились мои соревнования, но не закончились видео на моем канале. Я их продолжаю снимать, и помимо видео о тренировках, о питании, о фармакологии, о восстановлении, но будут и новые видео, например, как заработать на темах, которые связаны с бодибилдингом. На своих семинарах вы мне часто задаете вопрос, Денис, мы же ведь здесь не все спортсмены, не все зарабатываем на подготовке к соревнованиях, не у всех есть контракты со спонсорами. Как же быть нам, людям, которые тоже любят ходить в тренажерный зал, интересуются темой спорта, бодибилдинга, спортивного питания, как нам заработать на этом деньги? И сейчас я хочу познакомить вас с одним парнем, который еще 5 лет назад стоял продавцом в магазине, а сейчас имеет франшизу с 76 магазинами с годовым оборотом 180 миллионов рублей. Поехали! Саш, привет! Привет, Денис! Слушай, ну, на твоем примере я хотел бы дать людям немного мотивации и рассказать, как можно из обыкновенного продавца вырасти до владельца такой огромной франшизы. Рассказывай свой жизненный путь. Начинал я, получается, с продавца в магазине спортивного питания. Открыл я свой магазин первый 5 лет назад в городе Краснодаре по улице Тюляева, 37. Я поставил, мне удалось поставить ларек, то есть это был магазин с железными стенами, получается. Вот, работал продавцом, денег тогда было всего у меня 1400, то есть я поставил всего два стеллажа. Вопрос сразу, где ты взял эти деньги? Не у всех сейчас есть 400 тысяч, чтобы вложить. Данные деньги я занял. У друзей, у кого только можно было, поперезанимал, чтобы мне хотя бы хватило минимально на магазин. В общем, друзья, сначала найдите таких друзей, родителей, банк, который вам даст небольшую сумму денег, хотя бы 400 тысяч рублей, хотя это по меркам пятилетней давности. Может быть, это уже сейчас 700-800 тысяч для того, чтобы открыть первый магазин. Может быть, это уже для некоторых непосильная задача, но поверьте, если вы хотите открыть свой бизнес, может быть, стоит сначала 2-3 года поработать над дядью, скопить эти деньги, не ездить отдыхать, не покупать себе какие-то вещи, не ходить по клубам, просто жить своей мечтой и накопить небольшую сумму денег, ну, так, небольшую, для того, чтобы открыть уже свой магазин. Дальше что? Ну, тут еще была предыстория. Я, получается, какую-то часть скопил, потому что был наемным рабочим на предыдущей работе. И таким образом, какая-то часть у меня уже была. Денег не было, не было понимания, как вообще заниматься этим делом, бизнесом в целом. Я был и продавцом, и товароведом, вечером водителем. Сам работал на протяжении полугода примерно. Потом уже взял продавца, попал вообще случайно. Полгода ты работал каждый день, что ли, без выходных? Без выходных. Полгода работал каждый день. К счастью, магазин был прямо под моим домом, поэтому было в этом удобство. Далее потихонечку начал изучать методы ведения бизнеса. Случайно оказался на бизнес-тренинге бесплатном. И понял, что если я начну читать обычные книги по бизнесу, смотреть тренинги, то движения вперед дальше не будет. В общем, друзья, следующий момент. Вы должны изучать разную литературу, ходить на бизнес-тренинги или хотя бы общаться в бизнес-среде, для того, чтобы сфернировать свое сознание и понимание того, куда вообще, в какую сторону нужно двигаться. Не нужно идти на обувь. Бизнес уже сотни лет живет во всем мире, и уже все, скажем так, элементарные шаги они разработаны. В общем, велосипед второй раз изобретать не нужно. Просто возьмите пару умных книг и сходите на бизнес-семинары. Дальше, когда я проработал примерно год, мне пришла идея организовать собственное производство. Для чего это было необходимо? Чтобы поднять наценку на товаре. Сколько у тебя уже было магазинов к этому моменту? Это был один магазин еще. И ты уже хотел открыть собственное производство, имеешь лишь один магазин? Контрактное, да. То есть я размещаю заказ, они для меня делают под мои требования, я уже продаю. А у нас уже к тому моменту были производители, кто мог тебе по тому, скажем так, техзаданию изготовить продукт? Были, да. Ну их было очень маленькое количество, но тем не менее они были. Это уже было 5-4 года назад где-то, да? Да, 4 где-то. Это значит 2014 ты был? Да, ну примерно, да. Вот. И соответственно, когда я сделал два продукта, выставил их на полки, мы начали на них делать акцент при продажах, и я увеличился буквально за полтора месяца втрое. А с какая маржа была на этих продуктах? Ну, обычно маржа была 22-23%, на этих продуктах у меня стало 49-50 где-то, в среднем. И как ты мотивировал продавцов? У тебя же уже работали продавцы. Ты им сделал большую, скажем так, ролики с продажей или что? Я сделал, я их привязал именно к марже, то есть не к объему продаж, потому что он может продать на миллион, ну продать тот товар, где наценка вообще там 5%. Я его сделал, их замотивировал на маржу, и получается, они получались в каждой банке. Он знал, что с этой банки я получаю 300 рублей, с этой банки я получаю там 10 рублей. У него была мотивация продавать, соответственно, эти банки. А если приходил какой-то клиент и говорил, о, я хочу там Олимп или Оптим Нутришн покупать, протеин или БЦА, зачем мне что-то новое рекомендуете? Ты как-то продавцов обучал работать с возражениями, искать то, что клиенту нужно? Конечно, да. Мы называем это сильные фразы. То есть существуют сильные фразы в продажах. Например, возьмете эту банку, сэкономите 300 рублей. Другой продавец скажет, возьмете эту банку, просто слово сэкономите. 300 рублей не скажет, это уже не так влияет на продажи. Он продаст примерно на 20-30% меньше. Мы это прям засекали. Поэтому были скрипты, прописанные речевые модули, как продавец по ним работал. За продавцом смотрит камера, он обязан проговорить 10 пунктов. Если он хоть один забыл пункт, соответственно, у него штраф. Если проговорил, премия. Хорошо. К какому моменту времени от начала магазина до именно таких прописанных 10 скриптов ты пришел? Сколько тебе времени понадобилось? И где ты изучал эти скрипты или ты сам их писал? Ну, получается, что примерно через полгода работы я начал обучаться тренингам различным. И по ходу действия тогда я понял, что я ежедневно должен обучаться хотя бы один час в день. Вот. Я начал обучаться и в процессе начал наблюдать, как работают другие. У меня появился наставник, получается, тренер в бизнесе. И он мне тоже какие-то советы давал. Он был там или он здесь в Москве был? Нет. На тот момент это были местные краснодарские. Ты прописал скрипты, начал контролировать продавцов, но у тебя до сих пор был один магазин. Да. Потом я понял, что у меня экономика совсем другая. У конкурента получается всего 22%, 25% маржа. А у меня собственным производством я заменяю дело импортозамещения, ну, по сути, минимальное. И у меня уже 49% маржа. То есть, что это говорит? Даже если я открываю точку с вложением в 400 тысяч, и при этом делаю всего кассу 10 тысяч рублей в день, я уже на этой точке зарабатываю 70 чистыми. А конкурент при таких условиях, при его экономике, работает в ноль. Поэтому была стратегия штамповать магазины. И через непродолжительное количество времени у меня их стало уже порядка 8. 8 в течение 2-3 месяцев сколько? Где-то, нет, не 2-3 месяцев, где-то полгода, год. Хорошо, окей. Даже в течение года 8 новых магазинов – это отличная цифра. Но это все стали франшизные магазины или твои? Сначала я франшизу вообще не развивал. Вот, это были чисто мои магазины. Они мне приносили на тот момент примерно 4 магазина, как сейчас помню, приносило мне примерно 700-800 тысяч. Чистыми, чистыми. При этом в Краснодаре всего было моих 4 и еще примерно 5 конкурентов. Окей, но на тот момент получается, что рынок вообще не был особо развит. Это раз, да, наверное, в Краснодаре. Хотя это уже 2015-14 год. Как мне кажется, рынок уже давно был сформирован. Даже для Краснодара это большой город. Почему так, интересно, мало было магазинов? На тот момент было их примерно 10-11 магазинов. Сейчас это уже 50 розничных магазинов. Вот, ну, не знаю, честно говоря, мы, как сейчас помню, когда было там 15-16 лет, мы ехали через весь город, потому что там был один магазин, куда... Именно столько вот он один, на весь Краснодар был. Туда все люди ехали за покупку. Подожди, тогда вопрос, как ты успевал за там, окей, там 8-10 мест, открыть еще 8 магазинов? Даже получается, что один магазин в месяц. Все-таки нужно найти точку, нужно сделать... Нужно получить, там, не знаю, договориться с владельцем этого помещения, там, в аренду, чтобы в аренду взять. Нужно произвести ремонт, нужно завести полки, завести товар. Как ты это все успевал? На самом деле наша задача была минимальные вложения, максимальная прибыль. То есть мы там не зачарялись, что должны быть там какие-то суперкрасивые стеллажи. Просто оккультурили обычные стеллажи, купили бушные, поставили. Наша задача была на каждый вложенный в рубль выжимать максимум денег. Ну, на тот момент было понятно. Он не обладал подушкой безопасности, у него не были родители. Он бы не мог к ним прийти и сказать, слушай, ну я там в магазин рассчитывал 400 тысяч вложить, а по всему, что я уже миллион вложил, дайте-ка мне еще денег. Поэтому ты таким методом экстенсивным, так называемым, и пошел. Ты просто все по минимуму делал вложения, чтобы по максимуму заработать, обернуть эти деньги и погнать открывать следующий магазин. Да, ну какие-то деньги вообще я занимал. То есть, если ты хочешь быстро развиваться, должны быть заемные деньги. Без них как бы, ну никуда. Даже сейчас я сейчас делаю производство, вот батончики хотим запускать, я понимаю, что мне дешевле привлечь заемные деньги, чем свои туда вкладывать. Поэтому прошло где-то года полтора-два, я понял, что в Краснодаре все, нам уже расти некуда. Сколько уже магазинов к этому моменту твоих было? Где-то 11. И все были собственностью твоей? Собственностью, да. Ну, у меня не было уже цели их штамповать, потому что я видел, что они уже друг друга съедают и не дают столько прибыли. То есть, прибыль стоит на месте, магазины увеличиваются, они уже... Что, а к тому моменту, самый магазин, который давал тебе самую максимальную прибыль, какая это прибыль была? Вот как сейчас помню, в первый год работаю, когда у меня был магазин один на Тюляево, он мне давал 500 чистыми. Потом уже, конечно, когда с ростом конкуренции, уже эти прибыли начали проседать. Хорошо, в конце я у тебя спрошу по поводу того, они и срывают тебе в башку такие большие бабки, например, для Краснодара и в тот момент. Но ты ответишь на это потом. Окей, дальше пошли. Дальше я понял. Так, Краснодар, ну, как двигаться дальше? Что дальше делать? Поехал в Ростов, открыл там магазин, один, второй. Понял, что удаленно немножко, ну, свои филиалы ставить, это немножко сложновато. Лучше идти через франшизу. Стал масштабироваться. И буквально за два года, вот, сколько... Ты это сам понял, либо твои бизнес-тренеры тебе подсказали? Ну, я знал, что существует элемент такой развития, точнее, можно идти через франшизу. Начал туда, как бы, ну, получается, окунаться с головой. Ну, конечно, общался и с бизнес-тренерами. И мы пришли к одному выводу, что необходимо расти через франшизу. Вот для самых молодых наших ребят, для кого слово франшиза еще не совсем понятно, опиши в твоем представлении, что такое франшиза. На своем примере можно? Смотрите, тут смысл в чем. Франшиза, мы не просто продаем вывеску какую-то или красивую одежду для продавца. Мы продаем результат, гарантию результата. Если у человека бизнес не идет, мы, получается, деньги ему возвращаем. У нас есть собственное производство, что позволяет нам вводить высокомаржинальные товары. То есть люди, когда приходят за товаром, продавец ориентирует его на высокомаржинальные товары, и у вас получается совсем другая экономика. Если вы вдруг захотите выбирать франшизу, неважно, моя это или еще какая-то, то нужно обращать на количество повторных открытых магазинов уже у действующих дилеров. То есть у нас есть франчайзи, у кого уже 4-5 магазинов. Важным элементом является наставник. Когда вы покупаете франшизу, я вот обзванивал недавно просто конкурирующие организации из других сфер, продают франшизу и все, и забывают о человеке. У нас закрепляется наставник, этот наставник постоянно пинает франчайзи. Получается, франчайзи каждый день проделывают 1-2-3 действия. Четко вот есть видеоролик, как это действие делать, за ним закреплен наставник. Наставник получает за его прибыль, ну тот зарабатывает, если больше, этот получает от меня премию. Вот. Еще очень важным моментом является мотивация для франчайзи. Каждые 8 недель мы летаем за границу. Мы только прилетели, были на Мальдивах, на Шри-Ланке, после завтра летим в Турцию, то есть тот, кто открывает новый магазин или закупает товар на определенную сумму, мы дарим ему путевку и летим туда делать стратегическую сессию, как бы, ну, к компании. Окей, смотри, франчайзи ты сказал, вы продаете результат. Супер, мне нравится эта идея, но помимо самого результата, то есть никакой теория, приезжаешь ты или приезжает твой помощник, вы ищите вместе помещение, что он вам там показывает, какие оборудования нужно закупать. После того, когда человек уже готов к открытию магазина, есть чек-лист из 40 пунктов, его ведет до открытия, получается, тоже, ну, можно сказать, наставник. Она ему говорит, так, тебе необходимо заказать стеллажи такого-то размера в твоем городе, вон там пойди туда, там дешевле, повесить вывеску, сделать стол, вот те размеры, логотип. Что самое важное, вот без обучения движение вперед просто невозможно. То есть каждый наш франчайзи обучается на двух платформах. Это платформа, которая дает азы перед тем, как он откроется, то есть ему говорится, как продавать, как там переводить на вот этот маржинальный товар и так далее. И второй момент, это постоянное обучение в плане какой-то бизнес-литературы либо каких-то тренингов. Это тоже мы даем, как бы, ну, бесплатно. Это входит вот именно в наш продукт. Далее, когда он уже все организовал, поставил стеллажи, обучился, к нему, получается, на открытие приезжает наш лучший продажник, продавец. Он настраивает здесь тоже работу. Мы проводим семинары со спортсменами. И потом запуск пошел работы. То есть ему ежедневно говорится, сегодня ты делаешь 1, 2, 3. Это ведет тебя вот к каким-то доходам. Вот тебе ролик, как это делать. Вот тебе наставник, завтра он тебе будет звонить. Если ты сделал это задание, ну, там, допустим, запартнерился с агентами влияния, с тренерами, ты получаешь за каждого тренера 5 баллов. Накапливаешь баллы. Эта платформа у нас такая в Одинесске. И далее, что за эти баллы этот человек может купить себе образование, товар, получить отсрочку. Ну, то есть различные пряники. Как бы так. То есть ты сначала даешь нематериальные баллы, которые потом в материальные товары переводишь. Да. Которые стимулируют продажников. Да, главное, чтобы, соответственно, была какая-то ценность для него. Вот сейчас мы будем разыгрывать тоже поездку на тренинг Тони Робинсона в Москве. Тони Робинсон – это один из ведущих бизнес-тренеров вообще в мире. На него семинары там стоят от 1000 долларов и больше. Ну вот, мы сейчас думаем, уже разработали там акцию примерно, будем сейчас внедрять для франчайзи. Важный момент, что мы еще предоставляем, это интернет-магазин bodypeat.ru. В него я вложил порядка 3 миллиона рублей. Франчайзи получает, помимо розничной точки, раскрученный, раскачанный магазин bodypeat, откуда он получает заявки. На Краснодар этот магазин дает 2 миллиона выручки. На сейчас. Как бы это тоже огромный плюс. Хорошо, то есть открывая в своем городе, если человек какой-то покупатель забивает, например, bodypeat, и открыли там Нижневартовский, то получается, что он будет перенапален в ваш магазин, но там будет сказано, что Нижневартовский вы тоже присутствуете, как интернет-магазин, и все заказы будут ему стекаться, правильно? Если он из Нижневартовской, магазин там наш есть. Да. Да, ему геолокация определяется, его сайт спрашивает, вы отсюда? Он нажимает да. Оставляет заказ, соответственно, франчу падает, ну, это заявка в панель к нему, как бы так. Слушай, отлично. То есть франчайзи даже не нужно вкладываться в интернет-магазин, он уже заточенный, рабочий, есть. Да, ну вот тут самое важное, нужно понимать, чтобы он был рабочий, потому что то, что там говорят в других франшизах, мы вам подарим интернет-магазин, ну, там, ну, просто жесть. Примеры приводить не буду, мы даем именно уже вот рабочий, вот Краснодар, вот примеры. Еще что хотел сказать, когда франшиза, мы продаем франшизу, человеку мы оплачиваем перелет, проживание в Краснодар, чтобы он посмотрел все руками потрогал, посмотрел все цифры, открытость, показатели, позадавал вопросы уже действующим франчайзи, потому что я как руководитель с одной стороны говорю, они как действующие в оперативной деятельности, они, ну, с другой стороны могут как бы все это прояснить. В этом тоже огромный плюс. Окей, хорошо, сейчас чуть-чуть отойдем от франшизы, мы к ней еще потом вернемся. Расскажи дальше, как именно ты оброс таким большим количеством франчайзи, то есть почему люди начали к тебе обращаться, как быстро это произошло? Ну, во-первых, я стал примерно год назад вести свой блог в Инстаграм, где стал описывать весь свой опыт, который я прошел в рознице. Доходы, расходы, все примеры, все какие-то, не знаю, психологические даже методы из книжек, которые мы также внедряем и используем. Вот, соответственно, люди начинают читать, понимают кто, а потом оставляют заявку, мы его привозим, ставим его за прилавок, он смотрит все цифры любого франчайзи, сколько кто зарабатывает. И таким образом у человека это вызывает доверие. Но тут еще в чем еще смысл? Огромное есть количество франчайзи, которые открывают повторные магазины. Соответственно, он работает, зарабатывает, куда ему дальше деньги вкладывать? Он думает, ну, если этот магазин работает, ну, открою еще один. У нас есть такие примеры, вот, Новороссийск, 4 магазина, Ростов, 5 магазинов, Ейск, город, там, 70 тысяч населения, 2 магазина. Люди зарабатывают в деревнях, где там 15 тысяч средняя зарплата, она зарабатывает 120-130 тысяч. Чего бы еще один магазин не запустить? Ну, как бы. Саш, ну, все выглядит очень интересно и перспективно. Расскажи о своих планах на будущее, планах лично твоих, может быть, ну, и, скорее всего, планах бренда Bodypeat. Это же, наверное, бренд. Ну, какие планы? В Краснодаре у нас 40 магазинов в нашем крае, примерно 40. Это один субъект. В России сколько? 80 субъектов. 80, если на 40 умножить, будет 3200. Ну, как бы... Цифра красивая? Цифра красивая, ну, реально ли туда дойти? Ну, почти. Ну, вряд ли ты в Адыгее или в Чечне откроешь по 40 магазинов. Поэтому планы, ну, до конца года, думаю, запустим. До 100 их точно будет. Дальше посмотрим. Вот. Сейчас огромный уклон делаем на производство. Вот теперь расскажи про батончики, про твои перспективы именно в производстве. Сейчас я изучаю различные тренды, вижу, что батончики растут. Ну, на примере бумбобара я точно знаю, что они растут. Потому что очень часто это является якорным товаром. Я сейчас принял решение немножко углубляться не только во франшизу, не только в тренировку своих франчайзи, да. А вот, допустим, сейчас еще хотим запустить производство. Уже заказали, ну, образцы определенные у технолога. Нам понравилось все. Теперь осталось оборудование. Сейчас летим в Питер, заказываем оборудование. Ну, думаю, месяца через три сделаем все. Три-четыре. А уже место, где будешь производство открывать нашел? Краснодар, да. Краснодаре. Ну, там, по-моему, есть, наверное, где сейчас. Кто-то обанкротился, а кто-то, наоборот, расширяет свое производство. Потому что Level Kitchen, кстати, напоминаю, друзья, тоже работает в Краснодаре у тебя. Поэтому, если тебе вдруг захочешь воспользоваться, пользуйся, пожалуйста, нашим сервисом. Мы тоже нашли очень большое помещение. Там, по-моему, 500 квадратных метров. Оно как раз было подготовлено под пищевое производство. Нам даже никакие сниты не пришлось там переделывать. Поэтому, если кто-то смотрит с Краснодара, закажите обязательно, зайдите на levelkitchen.com, попробуйте от 136 рублей за один прием пищи. Суперская цена. Супер вообще. Да, Саш, смотри, я тебе следующий вопрос. Ну, зарабатывая такие большие деньги, ты скажи, тебе там в голову не скружило, не захотелось просто все, знаешь, какого-то менеджера одного места себя поставить. Типа, чувак рулит бизнесом, а я просто на карточку бабки буду получать каждый месяц там в 6-7-8 нулей и просто с женой на Мальдивах жить, отдыхать там, не знаю. Это, как знаешь, есть те люди, которые лентяи, они не могут работать, а те люди, которые трудоголики, они не могут лентяйничать. То есть я не представляю, если там все сейчас бросить, например, и вообще ничего не делать, то будет полная деградация. То есть я постоянно... У меня есть такой принцип, вот я постоянно о нем пишу, рассказываю, принцип системности. Вот даже по обучению, да, там ты начинаешь обучаться, 9 дней ты читаешь книжку, на 10-е ты не читаешь, это уже не системно. Ну так же, как и в тренировках. И тут как бы по бизнесу, ты если каждый день не будешь этим заниматься, то, соответственно, это будет не системно, а это все рухнет. Не бывает как бы, что вот так все стоит наравне. Либо ты растешь, либо ты стагнируешь. Ну это как в организме нашем, не бывает, скажем так, постоянного такого равнодействия. Бывает только либо анаболизм, либо катаболизм. В одном состоянии организм наш не умеет находиться. То же самое и в бизнесе хочется. Либо ты растешь и развиваешься, либо просто ты развиваются другие, начинают тебя обгонять, и ты вроде как бы стоишь на месте, но на самом деле ты деградируешь, потому что другие тебя начинают опережать. Хорошо, друзья, ну подводя итог, вы сейчас услышали несколько кейсов, несколько советов о том, как запустить свой бренд, свой магазин. Повторюсь, вот некоторые основные из них нужен первоначальный капитал какой-то. Понятно, на нуле и на одном гамбургере вы не откроете магазин. То есть примерно там 400-500-600 тысяч рублей вам нужно для стартового капитала, какое-то количество денег, вот например, для Александра. Дальше можно купить франшизу, убудить виду какой-то другой, скажем так, франшизной сети. Вот, нужно что? Нужно постоянно развиваться, образоваться, то есть ходить на тренинги, ходить на семинары по бизнесу, потому что лучше, когда вы в чем-то разбираетесь, в каком-то вопросе, нежели чем вы все наоткуп кому-то другому отдаете человеку, и он за вас решает, как вам развиваться, в какую сторону вам двигаться. Плюс нужно работать, учиться, и нужно участвовать в всяких конкурсах, стараться побеждать, стараться больше продавать и прочее, и прочее. Ну и в конце я хотел бы, скажем так, что-то для тех людей, которые сейчас смотрят, которые загорелись идеей, купить, возможно, у тебя франшизу. Давай, сколько у тебя повышальный взнос сейчас? Маленькие города до 100 тысяч населения 200 тысяч рублей, большие города свыше 100 тысяч населения 300 тысяч. Слушай, ну давай так сделаем, для наших, скажем так, сейчас зрителей, сделаем какую-то скидку по промокоду Денис Гусев. 25% это немного, это нормально? Нормально. Дай лапу. Друзья, 25% на повышальный взнос я выбил для вас. Если вы захотите открыть один из магазинов франшизы Бодипит, то что? Подговорите, этот промокод где? Писать, звонить кому? Просто пусть скажут, Денис Гусев. Скажут где? Куда им нужно позвонить? Сайт наш. Ну, Бодипит наберут в интернете, там по франшизе все написано, оставляют заявку, могут им сразу перезвонят, перезвонят и, соответственно, уже там, уже в разговоре пусть скажут. На любом случае, под этим видео будет ссылочка на франшизу Бодипит, заходите по ней, там будет номер телефона или на сайте может оставить заявку, вам перезвонят, произносите промокод Денис Гусев и 25% скидка на повышальный взнос. Ну и, помимо всего прочего, вполне возможно, они приглашают звезд на открытие магазинов, ну, если кто-то считает меня звездой, то, возможно, даже я приведу к вам совершенно бесплатно на открытие магазинов, привезут подарки от своих спонсоров компании Olympia Sport Nutrition, постеры, проведу семинар, бесплатный для вас, для ваших посетителей, для ваших гостей и, в общем, мы вместе прокачаем ваш магазин и ваш бизнес. Поэтому, если вам понравилось это видео, вы услышали какую-то интересную, полезную для вас историю, не забывайте подписываться, ставить лайк мне, ставить лайк Саше, ставить лайк сети Бодипит и до встречи на моем канале в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok